Всем привет, ребята! Вы все, конечно же, видели, как фокусники делают различные фигуры из длинных шариков. И, пожалуй, самая известная фигура – это собака из шарика. Даже Джим Керри в фильме «Маска» делал такую собаку. Вообще собака из шарика или Balloon Dog настолько известна, что есть даже скульптуры из металла, повторяющие ее форму. А вы знали, что, оказывается, есть уникальная интерактивная игрушка «Собака Сквики». Точная копия собаки из шарика, но она интерактивная. С ней можно играть, она выполняет команды, очень общительная и веселая. Продается она вот в такой вот красивой и большой коробке. А вот и сама собака Сквики. Ну, реально выглядит, как собачка из шарика, такая же блестящая. А если отсканировать QR-код на коробке, то можно сразу посмотреть видео про собаку Сквики. Я уже хочу поскорее достать собаку Сквики из коробки и посмотреть, что же она умеет делать. Кстати, отдельный лайк за упаковку Сквики. Упаковано красиво и очень легко распаковывать. Когда первый раз берешь Сквики в руки, то чувствуется, что она такая тяжеленькая и выглядит, как очень качественная и приятная вещь. Кроме самой собаки, в коробке находятся также аксессуары для игры. Это синий мячик, а также насос и булавка. Булавка на самом деле совсем не острая. Чтобы начать играть, нужно установить батарейки, которые находятся в задних лапах. Нам понадобится 4 батарейки. Теперь включаем собаку Сквики. Ой, она подала звук. Давайте погладим ей ушки. Смотрите, она села на попу. А что, если еще раз погладить? Ой, по-моему, ей нравится. Гладим еще раз, и она встает на 4 лапы. Я, кажется, начинаю понимать, как с ней играть. А если почесать животик? Ой, что происходит? Сквики упала на бок. Ей что, плохо? А, кажется, я понял. Она хочет, чтобы я почесал ей животик. Да, судя по звукам, ей очень нравится. А что, если нажать на носик? Вау, смотрите, она встает. А я-то думал, как же она сможет обратно встать на ноги? Слушайте, а это очень весело. А как она реагирует на мячик? Да, мячик она любит и хочет играть. Один писк мячика – это сидеть. Два нажатия на мячик – это команда служить. А три нажатия – это команда играть. Давайте возьмем насос и покормим Сквики собаку. Вы слышите, она ест. Ой, она сходила в туалет. Логично. А если еще раз покормить? Ой, что это было? Мне кажется, она пукнула. Класс, мне нравится с ней играть. А что, если проколоть ее булавкой? Упс, кажется, она лопнула. Точнее, притворилась, что лопнула. Потому что через полминуты она сама поднялась и снова готова играть дальше. А еще я хочу вам показать Сквики динозавра. Он тоже как будто сделан из шарика, но он зеленый и гораздо больше по размеру. И коробка у него просто огромная. Сквики динозавра тоже много чего умеет делать. И с ним можно весело играть. Давайте его распакуем и поиграем. Вот он какой Сквики динозавра, большой и красивый. Как будто фокусник надул его из шарика. У него есть два аксессуара. Это наушники, ведь Дина любит танцевать под музыку, и косточка-пищалка. Но сначала, как обычно, нужно установить батарейки, которые находятся у него в хвосте. Итак, включаем Сквики дино, и он начинает рычать. Если рычать ему в ответ, он тоже будет вам отвечать. Рычать и топать. Не рычи на меня. Я тебя не боюсь. Ой, ты какой грозный динозавр. Да-да-да, ты очень страшный, очень. Какой забавный дино. Ой, кажется, он меня испугался. Не бойся, иди сюда, я тебя поглажу. Поглажу, поглажу. Если вам надоело рычать, то можно приласкать Дина, почесав ему нос. И он в ответ начнет тереться вашу руку своим носом. Ему это нравится. Ты какой злой, смотри, хочет меня укусить. Да-да-да, страшный динозавр. А если ему почесать бочок, он начинает смеяться. Какой грубый смех у тебя, динозавр. А еще с ним можно поиграть в игру кусь. Нажать ему на зубы, и он начнет кусаться. Давай. Не поймал. Ты что, курочка? А еще он любит играть с косточкой. Одно нажатие, и он начинает идти. Два нажатия, и он начинает топать. Прямо быстро и далеко бежать. А если ему одеть наушники, то он начнет танцевать. Брейк-данс, это очень весело. Вот такие вот они игрушки-сквики, собака и динозавр. С одной стороны они очень похожи, но с другой стороны у каждого свой характер. Послушная и покладистая собака с веселым нравом, и динозавр-озорной питомец, который топает и рычит с грозным видом, и всегда готов поспорить с кем угодно. Классно, что с ними обоими можно весело играть и взаимодействовать как с живыми существами. Ну, а если вам понравились сквики, то не забудьте поставить лайк. И тогда, возможно, Дед Мороз принесет вам такую игрушку под елочку. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова